Дорога на Самару свободна, ремонт Южного моста окончен. К чемпионату мира с тахановскими темпами трамвайную линию к футбольному стадиону запустят точно в срок. Полководцы Победы. В канун исторического парада в Куйбышеве в Самаре проходит выставка рисунков о Великой Отечественной войне. Событие, которое ждали Южный мост, полностью открыт. Его ремонтировали 7 месяцев. Для автомобилистов это было сложное время. Теперь многочасовые пробки позади. Подрядчик постарался и управился гораздо раньше срока. Работы были рассчитаны почти на два года, успели в три с половиной раза быстрее. Поездкой с ветерком по обновленному мосту наслаждалась Лариса Шалафаст. Событие, которого ждали самарские водители, свершилось. Мост Южный путепровод «Аврора» полностью открытый для движения транспорта. Многие уже почувствовали разницу. Я живу в Южном городе. Когда мост делали, в пробке стоял час. А сегодня, как открыли, минут 10-15 я уже в городе. Все очень хорошо. За 7 месяцев на всем протяжении моста укрепили несущие конструкции, смонтировали деформационные швы, обновили систему освещения, уложили верхний слой асфальта повышенной прочности, уложили литой асфальтобетон в районе деформационных швов. На путепроводе также выполнены данные виды работ. Кроме того, обустроены лестничные сходы. Работы выполняются в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сроки ремонта, изначально рассчитанные на 21 месяц, скорректированы по инициативе главы города Олега Фурсова. С основным объемом по двухлетнему муниципальному контракту подрядчик справился почти в 3,5 раза быстрее. На всех этапах ремонта осуществляется ежесуточный контроль кураторами муниципального учреждения, дорожного хозяйства и городскими властями. Теперь движение по мосту полностью восстановлено и для городского общественного транспорта. Количество подвижного состава и интервалы движения сохранились. Теперь движение всего общественного транспорта будет осуществляться по ранее утвержденной схеме, то есть так, как они ходили до ремонта мостового сооружения, без разворота под вот этим мостом. И людям не нужно будет пешим ходом переходить как раз ремонтируемый участок. Не забыли и о пешеходах. Во время ремонта особое внимание уделили безопасности и предотвращению аварийных ситуаций. Теперь здесь установлены барьерные ограждения, которые в случае ЧП способны удержать транспорт практически любой массы. Рабочим на мосту остается сделать последние штрихи, нанести разметку и покрасить пролетные строения. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События. А вот строительство трамвайной линии и пункта досмотра автомобилей идет по графику. Все работы обещают выполнить в срок. Глава города осмотрел стройплощадки важных объектов предстоящего чемпионата мира по футболу. В том, что строители справляются со всеми задачами, убедился Андрей Горгуленко. Где-то там 25 октября мы приедем и увидим с вами, что здесь все спланировано, значит, инертными материалами, да, и часть уже, наверное, на асфальтовых работах. Именно здесь, на пересечении Ракитовского шоссе и проспекта Карла Маркса, собираются расположить пункт досмотра грузовых автомобилей к чемпионату мира. Эти 17 тысяч квадратных метров станут одной из важнейших точек для безопасности турнира. И там будут парковаться большегрузы, которые везут оборудование на стадион. И важно вот на дальних таких подступах проверять безопасность грузов и самого транспорта, которые будут приближаться и заезжать на саму площадку перед стадионом. Задача городских властей только подготовить саму площадку, заасфальтировать ее и подвести коммуникации. Сейчас грунт равняют и готовятся укладывать многослойный асфальтовый пирог. Все остальные работы будет производить оргкомитет ЧМ-2018. А вот где помощь не требуется, это на стройплощадке новой трамвайной линии, ведущей к стадиону Самара-Арена. После демонтажа мешающей постройки подрядчик снова набрал высокий темп работ. Небольшие проблемы создали локальные очистные сооружения, которые было решено поместить в середину трамвайного разворотного кольца, из-за чего его диаметр пришлось увеличить. Но строители справились с этой задачей и теперь продолжают спокойно прокладывать трамвайную линию. Закончат работы на объекте в срок, в феврале-марте следующего года. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. Награда от генерала. В Самаре проходит выставка рисунков полководцы Победы. Сюжеты самые разные, портреты и батальные сцены. Авторы самых лучших работ получат от командующего парада памяти, который пройдет 7 ноября на площади Куйбышева, ценные подарки. Рисунки школьников оценила и Алина Чемеревс. Монумент славы и бесчисленное количество цветов у Вечного огня. Дочь Елены Плотниковой Полина стала лауреатом конкурса полководцы Победы. Елена рассказывает, в семье есть свои герои, оба деда воевали. Говорит, рисунок ее дочери – дань памяти им и всем, кто в годы войны защищал страну. Мы с ней обсуждали, вспоминали, как мы ходили на Самарскую площадь 9 мая, как мы с ней ходили на парад, парад памяти мы участвовали. И как бы у нас совместно, она сказала, вот меня впечатлило, когда много-много цветов у Вечного огня, и мы решили с ней изобразить вот этот вот момент. Конкурс полководцы Победы проводится в преддверии парада памяти и впервые на городском уровне. Свои рисунки на суд жюри представили более 300 школьников со всей Самары. Сюжеты самые разные. Портреты полководцев и ветеранов, картины боя и легендарное знамя Победы над Рейхстагом, а по соседству сцены мирного времени и семейного уюта. Очень грамотно, я считаю, очень сильно. Даже вот семилетний ребенок я на выстеке сейчас видел, очень хорошо нарисовал парад. И даже высказания мы помним, как уходили на фронт, ведь 7 ноября 1941 года уходили сразу на фронт с площадью Кубишина. Это живой пример патриотизма и героизма, доблести. Именно это знание, именно этот исторический кусочек мы должны передавать к коленях к коленям, потому что он является предметом нашей гордости. Лауреатами становится 45 человек. Награды победители получают из рук командующего парадом памяти генерала-майора Александра Протченко. Не просто я генерал, а я и дедушка, и отец, поэтому у меня есть дети, есть внуки, поэтому я смотрю на них и сравниваю о том, что это наше поколение, наше поколение растущее. В преддверии парада 7 ноября в Самаре также проводятся конкурсы стихотворений, сочинений о гидбригад, школьных музеях и изданиях. Алина Чемерис, Василий Кладашов, События. Далее коротко о других событиях дня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владимир Корнев, чиновник уже признал свою вину, ему предъявлено обвинение. По версии следствия, 7 лет назад обвиняемый получил квартиру в Нефтегорске стоимостью более 700 тысяч рублей за помощь коммерческой организации в получении разрешения на строительство. По данному факту возбуждено уголовное дело. В случае, если вина чиновника будет доказана, главе Нефтегорского района грозит до 10 лет лишения свободы. В помещении букмекерской конторы скрывалось подпольное казино. Силовики обнаружили в нем игровой аппарат. Контора располагалась в Самаре на улице Димитрово. По версии Стражей правопорядка за организацией горной деятельности стояла 24-летний администратор-кассир заведения. Ее задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело. Жители Самары напишут большой этнографический диктант. Культурно-просветительская акция пройдет 3 ноября, накануне Дня народного единства. В этом году мероприятие получило статус международного. К его проведению подключилось Россотрудничество. Поэтому проверить уровень этнографической грамотности смогут не только жители России, но и соотечественники за рубежом. Стать участником диктанту могут все желающие. Итоги подведут 12 декабря, ко дню Конституции Российской Федерации. Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году. Россияне смогут отдохнуть 10 дней на новогодние праздники с 30 декабря по 8 января, а также 4 дня в мае с 29 апреля по 2 мая. Кроме того, выходными будут 3 дня с 23 по 25 февраля, совпадающие с празднованием Дня защитника Отечества. В связи с международным женским днем нас ждет 4-дневный отпуск с 8 по 11 марта. Трехдневные каникулы с 10 по 12 июня приурочены ко Дню России, а с 3 по 5 ноября ко Дню народного единства. Демон с альтом в руках, так называют всемирно известного дирижера и музыканта Юрия Башмета. В этом году камерному ансамблю солисты Москвы исполнилось четверть века. Настоящие ценители музыки отмечают высокий уровень мастерства. Как играют лучшие альтисты страны, услышал Данил Лучко. Юрий Башмид наконец-то добрался до Самарской филармонии. Коллектив солисты Москвы празднует 25-летие. В честь этого ансамбль отправился в турне по городам, причем не только российским. Юрия Башмета называет русским Паганини и музыкальным демоном с альтом. Такое ощущение, как будто воздушная музыка, легкая, кружуная, настолько все в унисон, настолько все идеальное, какое-то звучание, совершенно какое-то. В репертуаре солистов Москвы свыше 300 шедевров мировой классики. Для зрителей звучит кол нидрей Макса Бруха, для альта и струнных. Это такая молитва, которую читают в синагоге. Автор под впечатлением создал из него музыкальную композицию. Такое огромное удовольствие слушать мастеров высочайшего мирового уровня. И приятно, что в наш город, далеко не провинции с точки зрения приобщенности к музыкальной культуре, приезжают звезды такой величины. Поэтому это большая радость, большое удовольствие, большой праздник для всех любителей музыки. Народный артист и лауреат Государственной премии СССР Юрий Башмет выступал со всеми крупнейшими оркестрами мира. Маэстро возглавляет такие легендарные фестивали, как «Декабрьские вечера» и «Эльба». Юная поклонница Мария Волкогонова услышала мастера впервые по телевизору. Прямо на концерте дорисовывала портрет, подарила виртуозу и взяла автограф. Для маэстро 25 лет – это только расцвет коллектива. Взрослый уже, конечно, период, но такой расцвет еще, можно считать, и уже исполнилось. Мы весь сезон этому посвящали, и у нас огромный турне по России. Солисты Москвы известны по всему миру. Концерты транслировали такие ведущие радиостанции, как BBC и Радио Франц. В 2008 году коллектив единомышленников стал первым российским камерным ансамблем, который получил Грэмми за всю историю. Даниил Лычко, Станислав Левин, События. А вот о чем расскажут мои коллеги в следующих выпусках. 2500 роллов для самарского герба. Повара соревнуются в кулинарном мастерстве. От портрета до пейзажа. Фотовыставка без цензуры «Фатториум-2017» изумила самарскую публику. Дуэль Волжан. Теннисистки Самарской области встретились в очном поединке уже в первом раунде Кубка Кремля. На этом наш выпуск завершен. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова